Я родился в самой обычной семье. У меня мама была инженером на заводе, папа разнорабочий. Никогда они мне особо про Бога не рассказывали. Хотя и не скрывали, и мама часто говорила, что вот, когда я тебя окрестила в 83-м году, меня там вызывали в порторг на завод, там, устроили какое-то нагоняю, что как же так, коммунистка, комсомолка и так далее. Потом где-то, по-моему, в 92-м году мой старший брат, который был для меня большим авторитетом, наверное, даже большим, чем отец, он стал верующим. В какой-то момент он пришел, говорит, мы тут были с ребятами на, по-моему, Билли Джо Доггерти это было, на собрании Билли Джо Доггерти пастора. Я покаялся, я стал о нем узнавать, он как-то начал мне рассказывать. Меня это заинтересовало сразу, но меня почему-то смущал такой момент, что ну я же вот как-то не настолько хороший, как же Бог меня примет. И еще 9 лет, целых 9 лет, несмотря на то, что проходили домашние группы дома, несмотря на то, что я знал пастора церкви, моего брата, я со всеми с ними общался, я помогал им там с техникой в церкви. Несмотря ни на это, я как-то не мог прийти к Богу, ну как не мог, не хотел, наверное. Все время меня что-то смущало, мне казалось, что я недостаточно хорош, что мне до начала как-то перестать грешить. Вот, и в какой-то момент у меня начались ночные кошмары, причем такие очень жуткие, я не мог спать сутками, то есть на протяжении нескольких дней я не мог спать. Я боялся, что будет дальше, конец 11 класса, что будет с армией, и реально было очень страшно. Я не мог спать, я оставлял включенным свет, я пытался как-то читать, чтобы вот как-то меня на какой-то там скучной голове выключало. Не помогало ничего. И, как сейчас помню, это была ночь на 1 апреля, я лежал вот в таком состоянии, меня немножко потряхивало. И просто мысль, вот она взялась ниоткуда. Ну, я об этом не думал, я думал совершенно о чем-то другом, о школе, еще о чем-то. Мысль появилась в голове завтра, я пойду в церковь пока еще. Вот все. И не то чтобы размышления, а просто решения, мысль решения. И я уснул. Я уснул и отлично выспался, я проснулся. Пришел в церковь, чем всех удивил очень сильно, и брата своего, и его друзей. Прочитал молитву покаяния. И я не могу сказать, что что-то я прям почувствовал в душе, что то, что-то изменилось. Что прям так вот, какие-то волнующие переживания. Я просто понял, что теперь нужно жить будет по-другому. И как раз таки вот этот момент с армией, я молился, я прям честно сказал Богу, я не хочу туда идти. У меня есть все права. У меня было заболевание, из-за которого, собственно, вообще мне говорили, что до 16 лет не доживу. Мне должны были в 7 лет сделать очень серьезную операцию, заменить несколько сосудов на трубочки. В общем, очень серьезная была операция, должна была быть. Но моя мама сказала, нет. Врачи сказали, ну, под вашу ответственность, подпишите бумажку, ваш сын до 16 не доживет. Ну, сейчас на 36. И когда теперь я хожу к врачу, он смотрит мою историю болезни, говорит, тут быть такого не может, чтобы у вас такое было. Я вот делаю все анализы, нет этого ничего. Для меня это, наверное, одно из самых ярких свидетельств, как Бог вот просто спас меня, и все эти диагнозы врачей он отменил. И так же было с армией, я молился, я говорю, я не хочу идти в армию. Страшно, я потеряю 2 года, что я там буду делать? Денег у нас в семье не было, чтобы как-то купить там военный билет, еще что-то. И я пошел, прошел все обследования, меня назначили, что вот вы пойдете там в какие-то радиовойска и так далее. Я молился, сказал, Бог, вот как ты сделаешь, вот так и будет. И я пришел, до сих пор помню формулировку этого главного врача, он дает мне какую-то бумажку, говорит, ну, увидимся через 2 недели. Я думаю, ну, Бог так решил. И потом добавляет, на вручение военного билета. Для меня это было такое, они любили людей помочь, но все равно радости было больше. И с тех пор как-то вот я привык искренне говорить Богу свои страхи, искренне говорить Богу свои сомнения. Вот это место из Священного Писания, где написано, что Бог искренне поступает искренне. Если я в чем-то сомневался, если у меня наступал какой-то момент, когда я знал, как нужно поступить, мне было очень сложно, и как-то все вело меня в другую сторону. Когда искушения были, и я признался Богу, ну, вот если ты сейчас не поможешь, я точно подамся искушению. Ну, вот, ну, никак, моих сил нет. Когда какие-то моменты были в жизни, когда, опять-таки, ну, может быть, не при смерти совсем, но серьезные заболевания какие-то серьезные. Вот, я говорю, что Бог, ну, в принципе, моя жизнь в твоих руках. Если это твое решение, ну, просто помоги мне, как бы, да, вот, дай мне смелость. Если нет, то, пожалуйста, оставь меня, потому что я хочу. Максимально искренняя молитва. Это вот то, что я всегда старался в своей жизни делать, то, чему я, как бы, своих друзей, ну, не то, что мучаю, советую. Вот, и точно так же я всегда делал со своей профессией, так сказать. У меня незаконченное высшее образование, даже два. Одно техническое, другое управленческое, менеджмент. Каждый раз, когда я пытался найти работу, каждый раз, у меня ничего не получалось. Я приходил на собеседование, меня не устраивало, не проходило какие-то, как это, в общем, не получалось. И потом, в какой-то момент, когда я уже молился, говорю, Бог, ну, как же так, работа меня сама находила. Звонил какой-то человек, иногда совсем посторонний, говорил, слушай, мне вот тут через третьи руки сказали, что ты такой человек, ищешь работу. Да, ищу. И так вот реально всегда, всегда, всегда работа, ну, как работа сама, Бог направлял нужных людей ко мне. Таким образом, я сначала был в христианском издательстве, потом я был в дизайн-студии, потом я был помощником пастора, и потом в какой-то момент, по-моему, я был, не знаю, где там, в бассейне, я был, смотрю, пропущенный звонок. Звонит мне друг, с которым я много лет не общался. Он говорит, слушай, мне тут, вот я сейчас нахожусь в гостях у начальника радиостанции, я ему про тебя рассказал, и он говорит, слушай, а давай этого человека к нам. Я приехал, встретился с этим человеком, главным редактором, я говорю, вы поймите, я в эфире никогда не был, я никогда не уступал перед большой аудиторией, ну, в школе там где-то, играл в каких-то группах. Он говорит, ну, главное матом не ругайся, все остальное нормально. Ну что ж, дорогие друзья, это действительно музыкальный блог Саундчек. Меня зовут Александр Анисимов. Сегодня у нас такая необычная встреча, полушутливая, полусерьезная. Мы с вами поговорим о музыке, конечно же, это все-таки музыкальный блог. Мы с вами поговорим о, немножечко даже обо мне, в общем, про бороды, про мужчин и про блюз. Как-то вот так, МББ или БМБ, ну, почти как БМБ, да, бороды, мужчин и блюз. Вот, это было в 2004 году. Сейчас, вот я летом отпраздновал 15-летие своей работы на медиапортале Teos.fm. Многократно все менялось, мы меняли наш формат, теперь это видео, а не аудио. Но я здесь, и постепенно эта работа давала мне новые какие-то, новые сферы, новые направления. Я стал заниматься профессиональной музыкой, я стал заниматься профессиональным диджеингом. Я сейчас работаю на свадьбах, на корпоративах, на каких-то больших мероприятиях, звукорежиссерство, теперь это еще и блогинг, и текстовый, и видео. Все это происходило здесь, все это было здесь. И для меня сейчас, когда я глядываюсь назад, я понимаю, что это иначе как чудом не назвать. Мальчик из обычной такой рабочей семьи, родители мои, к сожалению, умерли от алкоголя. И у меня были все предпосылки для того, чтобы повторить их судьбу. У нас не было денег, вот как бы стандартно, да, мальчик из плохой семьи, из неблагополучной, всегда станет таким же неблагополучным. Как Бог меня спас, как Он меня вывел, ну, как бы это только вот, это чудеса. Я не могу это объяснить. У меня нет никаких, как сказать, адекватных или таких вот логичных обоснований. Но то, что происходит сейчас, то, чем я делюсь с людьми, я стараюсь. Один мой знакомый как-то характеризовал мою деятельность таким образом. Он говорит, как у тебя получается, разговаривая на любую тему, все свести к Богу? Я говорю, Андрей, ты не поверишь, я не свожу. Оно само так получается. Я разговариваю о еде, разговариваю об автомобилях, о музыке, о чем угодно. Оно все, если эта беседа развивается, оно все приходит к основанию, к фундаменту, к тому, на чем моя жизнь, ну, как бы, покоится, да, и с чего все начинается. А это Бог. Поэтому любая беседа, естественно, она как-то идет к базовым каким-то ценностям, а это Бог. Поэтому то, чем я занимаюсь, да, я не стараюсь говорить какие-то такие прям проповеди, хотя это я тоже умею в церкви. У меня большой опыт проповеди с кафедры. Но когда я разговариваю с обычными людьми, с которыми я познакомился, в каких-то светских мероприятиях или в интернете, вот, я просто рассказываю о том, что происходит у меня в жизни, и если наш диалог дальше развивается, если мы как-то уже начинаем дружиться, знакомиться, естественно, всплывает тема веры, тема церкви, тема Библии. Они спрашивают, почему ты так считаешь? Ну, потому что вот мои какие-то главные ценности, они основаны на Библии. А почему? И все это очень естественным путем развивается. Как-то вот, наверное, это, на мой взгляд, одно из главных... Это то, чем может заниматься любой человек. Абсолютно безо всяких подготовок просто говорить о том, что происходит в его жизни, и если фундаментом его жизни является Бог, этот рассказ обязательно этим закончится. Вера в Бога, она всегда в делах. Вот всегда. Даже в Библии написано, что вера без дел мертва. А если вы не поступаете как верующий человек, нельзя верить в Бога в душе, да? Как писал Евгений Втушенко, а потом пел Александр Малинин, нельзя быть чуть-чуть распятым, нельзя быть чуть-чуть верующим. Поэтому, ну, если вы верите в Бога, вы не станете убийцей, вы не будете красть. Конечно, бывают всякие ситуации, но потом, собственно, мы просим прощения, каемся, пытаемся исправить, насколько возможно, последствия наших ошибок. Обязательно пытаемся исправить последствия своих ошибок. Ну, и только тогда мы можем считать себя верующими. Блогом, текстовым я стал заниматься благодаря человеку, который просто мне об этом рассказал. Я никогда об этом не думал, не задумывался. Хотя у меня был опыт написания статей, каких-то пресс-релизов. Просто однажды я увидел, что мой друг, он вступил в какой-то движ такой по ежедневному написанию текстов. Я решил присоединиться, и как-то оно все закрутилось, люди стали отзываться, люди стали писать комментарии. Не просто круто, классно там ставить сердечки, но такие настоящие, задавать вопросы, интересоваться. И все это со временем трансформировалось в то, что теперь у меня есть текстовый блок. Я веду музыкальные передачи, в которых я рассказываю о музыке, которую каждый может услышать. И подвожу, тем не менее, все это к вере, к Богу. Я начал свой такой личный блог в Инстаграме, потому что людям интересны не только какие-то мои мысли, но и просто мой быт. Куда я поехал, как я провожу время, как я решаю какие-то насущные вопросы и так далее. Иногда, иногда происходят довольно необычные вещи. Люди, с которыми был потерян контакт. Например, одна моя одноклассница, мы не общались с 99-го года и до 2017-го. Это получается, ну, в 18 лет мы не общались вообще, мы потерялись. Потом каким-то образом она, я вижу, что вроде похожее имя, фамилия. Человек комментирует мои записи, я стучусь с ней в друзья, смотрю, да, действительно, это та самая девушка, с которой мы учились. Она такая была всегда очень проблемная. И вдруг я вижу, что у нее на страничке происходят какие-то изменения, она о чем-то пишет, так скрывая что-то. И в какой-то момент, когда я очень откровенный такой пост выложил, назывался «Почему я христианин?», я описывал несколько пунктов, потому что раз, два, три, четыре. И в конце я спрашивал, интересно ли вам, чтобы я так же откровенно продолжал об этом говорить. И она одна из первых пишет, да, конечно, давай. Я тут же начинаю разговаривать с ней, говорю, Надя, как у тебя дела, что такое? И оказывается, что она много-много лет была в зависимости, в алкогольном, очень тяжелой. Потом проходила лечение, не помогала, снова проходила лечение. И потом она попала в христианский репетиционный центр. И сейчас уже, вот несколько дней назад, я видел у нее такой пост, 888, 888 дней, она в завязке, да, грубо говоря. Но она стесняется говорить другим людям, что все это произошло в христианском центре. Это как в одном анекдоте было, да, или притча, я не знаю, как правильно назвать, человек хвастается. Представляешь, я устроился на новую работу, и уже три месяца никто не догадывается, что я верующий. В смысле, как это так у тебя получается? И вот у нее точно так же. Мы стали с ней общаться, я начал ей рассказывать, как я делюсь своим свидетельством, почему я этого не стесняюсь. И она, не знаю, благодаря мне или благодаря Богу, она теперь делится об этом со своими друзьями. Она рассказывает о том, что да, это Бог изменил мою жизнь, да, это Бог спас меня от этой зависимости. Еще множество других примеров есть того, как мой блог, не знаю, отвечает на нужды людей. Потому что мне, конечно, не хочется просто писать, потому что у меня это получается. Ну, это было бы глупо, ну, и как бы так, не знаю, смысла в этом нет, да. Мне хочется все-таки отвечать на вопросы людей. Поэтому я постараюсь что-то постить каждый день. Это либо прямой эфир, либо это текст. И иногда это просто что-то очень легкое, какая-то шутка, какая-то картинка, какая-то история жизни, где нигде ничего не сказано о Боге. Но потом всегда у меня хотя бы раз в неделю, иногда и раз в месяц, такие очень полновесные посты, где я рассказываю о своей веле, о своей духовной жизни, о том, что меня наполняет. И те люди, которые, казалось бы, подружились со мной, не знаю, из-за каких-то общих интересов, просто им было любопытно или нечего делать, они начинают, я прямо вижу, как они начинают интересоваться уже и духовно. И я всегда, когда отвечаю на эти комментарии, стараюсь делать это в таком молитвенном состоянии, чтобы не сказать чего-то лишнего, не нагрубить, не упустить, не потерять. Не сказать, чтобы у меня было какое-то свидетельство, что человек после моего блога пришел в церковь, но я, наверное, свое главное служение вижу в том, я его называю так, как не разочароваться в церкви. Потому что я в церкви уже, получается, с 2001 года 18 лет. Я видел ужасающие истории, когда люди, имея хорошее свидетельство, хороший дар, хорошее служение, они уходили, разочаровавшись в людях, разочаровавшись в результатах, еще в чем-то. И мне как раз очень хочется сохранить этих людей. Поэтому я, когда вижу таких людей, вижу, что они немножко шатаются, они как-то сомневаются. Я стараюсь с ними говорить откровенно, что их не устраивает, почему это происходит. Я рассказываю им о том, что нет идеальных людей в церкви. Ну вот действительно, мы же служим, мы не церкви, мы служим Богу. И одна из последних тоже наша была беседа в таком мужском кругу, в мужском клубе. И один парень, он вроде как служит, служит уже несколько лет, но он такой, как сказать, неокрепший может быть. Знаете, как иногда бывает со служителями, они служат делами своими, а как-то духовно, но потом оставляют, и никогда этого им не хватает. А тут мы пообщались, пообщались. Он задавал вопросы, на которые мне было тяжело отвечать. Но потом, после трех часов, он говорит, знаешь, я после нашей беседы приобрел больше для своей веры, чем после года хождения в церковь. Я говорю, так а почему? Почему ты не спрашиваешь то же самое у пастора, у лидеров домашней группы? Ну, не знаю, мне как-то и хочется верить, что я помог ему не уйти, помог ему не принять вот это вот страшное решение, да, забить на все это. Я действительно называю свое вот такое маленькое служение, да, как не разочароваться в церкви. Наверное, это главная моя цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова